Путин сегодня выступал перед журналистами. Рекорда не получилось. Выдохся через три часа. Сказал, что не хочет стены с Западом и даже пожаловался, что Запад сам эту стену возводит. Говорил вообще о многом. Что сказал об Украине? Подробнее Данил Русаков. Он там был. На этой пресс-конференции многое вдруг неожиданно прояснилось. Оказывается, российская элита это не олигархи, труженьки села, работяги, вот кого Путин записал в ее ряды. Рекордные показатели урожая 104 миллиона тонн. Пресс-конференция проходит в стандартном формате. С года в год не меняется ничего. Приглашенные аудитории это в основном региональные российские СМИ. Рисуют на плакатах разные геометрические фигуры, упражняются в креативе в надежде хоть таким образом привлечь к себе внимание и задать свой вопрос. Приезжие из отдаленных регионов и вправду получили полный карт-бланш. А вот украинским СМИ с Путиным удалось пообщаться всего один раз. Корреспондент одного из информационных агентств Роман Сымбалюк спросил о российских войсках на Донбассе. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают. Вот вопрос, сколько вы их туда отправили, российских военных, сколько вы отправили туда техники, сколько из них погибло на территории Украины? Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. Все они контрактники, получают деньги по договору, а если они эти деньги получают за участие в военных действиях за границей, то они уже не наемники. Впрочем, свой вопрос Роман мог вообще не задать. Я, когда начал разгортать свой плакат из Украины, до меня подошла охрана и сказал, что если ты будешь размахивать с этим паперцем, то я тебя закопаю. Тем не менее, Путин дал ему слово, даже извинился перед своим пресс-секретарем. Сам президент России сказал, что ратует за сохранение территориальной целостности Украины. Слово «Новороссия» уже не упоминал. Но говорил почему-то не о востоке, а о юго-востоке Украины. Крымский вопрос обошел стороной. Российские коллеги из независимых СМИ интересовались, кого именно стоит называть пятой колонной. Этот термин после крымской речи Путина, наряду с национал-предателями, в России теперь в ходу. Вот Путин и разъяснил. Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна. Оппозиционер даже очень жесткий. Он в конечном итоге до конца борется за интересы своей Родины. А пятая колонна – это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства. И их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей. Путин повторил, что в Украине произошел государственный переворот, но уверен, что президент Порошенко хочет мира. Судьбу Савченко решит суд. Вот, пожалуй, и все, что касается Украины. На все вопросы Путин сразу находил ответы и понимание подавляющего большинства зала. Наверное, за исключением жесткого вопроса Ксении Савчак. Но и на него российский президент ответил. А вот вопрос, который задал провинциальный журналист Акваси, был больше похож на скетч из Камеди Клаба. У нас делают вятский квас. Квас? Вятский квас. Ну, охрана. Я чувствую охрана. Кваску там махнули уже с... А вот не о Камеди Клабе в российской экономике Путин вселял оптимизм, решимость. Это все внешние враги, которые не хотят, чтобы медведь в своей тайге хозяйничал. Где эта тайга начинается и где заканчивается, не сказал. Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер.